Дорогие братья и сестры, в сегодняшнем воскресном Евангелии мы услышали с вами слова, которые сказал сам Господь наш Иисус Христос. «Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя единого истинного Бога и посланного Тобою Иисуса Христа». Во-первых, эти слова нашего Спасителя открывают для нас глубокую истину. «Сия же есть жизнь вечная». Во-первых, вечная жизнь есть, и она реально существует. Если кто-то в нее не верит или не готовится, то он глубоко ошибется, когда предстанет пред страшным судьей, а пред этим судьей, нам каждому предстоит предстать. И вот эта вечная жизнь, которая открывается уже здесь, на земле, через Евангелие, через познание Бога, дает нам возможность не просто убояться этой встречи с праведным судьей, но и, что самое важное, к ней вовремя приготовиться. Далее, Господь открывает нам еще одну очень важную вещь. «Да знают Тебя истинного Бога, единого». И мы с вами в символе веры, которую исповедуем, часто читаем, а в храме поем, верую во единого Бога Отца Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же всем и невидимым, и во единого Господа нашего Иисуса Христа, единородного, и же от Отца рожденного прежде всех век веков. Этим символом веры мы исповедуем Едино Божие в трех лицах. Это великая тайна, которая открывается нам через праздник Святой Пятидесятницы, которую мы будем уже, Господь благословит, встречать уже в следующее воскресенье, когда на апостолов, собравшихся в Сионской горнице, сойдет Дух Божий и осенит их, и завершится эта удивительная тайна откровения, что Бог единый в трех лицах, которого мы исповедуем. Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святый. Вот к чему стремится каждое верующее сердце, к познанию Господа чистым сердцем. Потому что сказано в Писании, «Взлохудожную душу не внидит, то есть не войдет премудрость». Мы должны очищать свое сердце и познавать Бога не умом. Разве можно Бога понять умом? Ум – это не область Богопознания. Область Богопознания – это человеческое сердце. И до той поры, пока ты не захочешь сердцем познать Бога, уму Бог не открывается. Поэтому можно о Боге читать, можно о Нем слушать, можно о Нем рассказывать, но ты никогда не почувствуешь Бога сердцем, если Его не очистишь. И так, чтобы познать Бога, нам нужно очищать свое сердце. Нам нужно чаще просить у Бога этого очищения, потому что это не тело, которое можно омыть мылом и водой. Мы можем очистить свое сердце только покаянием и молитвой. «Господи, сердце чисто, созижди во мне, Боже, и Дух прав, обнови во утробе моей». Вот этими словами, простым умолением Бога, чтобы Он отверз наше сердце, закрытое, омраченное грехом, наполненное всевозможными человеческими страстями. Ты, Господи, очисти, очисти, приди и вселись вны, и очисти ны от всякие скверны, и спаси, блажен души наши». Обращаемся мы с молитвой к Духу Святому. Вот потому, дорогие, познавать Бога – это задача и цель человеческой жизни. Она не закончится даже после смерти. Когда человек предстанет пред Богом, он уже увидит Бога. Он уже не будет надеяться, он не будет верить, он увидит. И там уже нет ни веры, нет надежды. Там есть только любовь. Если человек здесь, в этой жизни, познает Бога сердцем, то есть он начинает любить, и вот эта любовь переходит с ним и в загробный мир. Вот почему так важно приходить в церковь. Вот почему так важно искать этой вечной жизни, искать этого Царства Небесного. Почему? Где его искать? Как его найти? Как далеко оно? А может быть, чуть ближе. Где же оно, Господи? И сам Господь открывает нам эту глубокую истину. Царствие Божие внутри вас есть. Вот это удивительное состояние, что Царство Божие нужно искать внутри, путем очищения сердца, молитвы, посещения храма, участия в таинствах церковных, а также в чтении Святого Евангелия, открывается сердцу человеческому Господь. И вот тем, кто уже открыл в своем сердце Господа, и на его пути уже была эта радостная встреча с Богом, есть другая опасность – не устоять. И вот именно от нее мне хотелось бы сегодня, в этот воскресный день, предупредить всех вас. Никогда не кичитесь, вот я уже православный, я уже православный, и меня уже ничто с этого пути не свернет. Давайте вспомним тайную вещь. «Христос собирает учеников своих и говорит, один из вас предаст Меня». И каждый начинает говорить, не я ли Господи? Да нет, это же не я. Это сказал Иуда. Это сказали апостолы, только это апостол Петр сидел. Он-то знал, что он никогда не предаст Господа. Он еще тогда, еще раньше сказал, пойдем, и мы умрем вместе с ним. Однако случилось то, что человек даже не ожидал. Апостол Петр, когда схватили Христа, когда собрались вокруг него недруги и арестовали Господа, а он в это время грелся у костра, одна служанка, увидев его, сказала ему, «И ты был среди них?» И Петр ответил, «Нет, нет, я не знаю этого человека». Потом еще одна женщина говорит, «Да нет, мне твои глаголы, то есть твое слово знакомо, ты точно был среди них?» «Нет, я его не знаю», снова сказал Петр. И еще некоторые, увидев его, сказали, «Да точно мы видели среди учеников его и этого, который греется у костра». Петр встает и уходит. Он перестает греться и входит в сторону, говоря, «Я не знаю этого человека». И тут его взгляд встретился со взглядом Иисуса Христа. И в это самое время запел петух. И вспомнил Петр слова Христа, «Трижды отречешься от меня, пока петух возгласит». И ушел он, плакавшаяся горько. Горько плакал всю свою жизнь. Христос потом прощает его, трижды возвращая его через его исповедание любви ко Христу. Но сам Петр не мог себе простить этого отречения. Говорят историки, что на глазах Петра всегда были такие прожилки, по которым стекали его слезы. Христос его простил. А сам он за это отречение, за это высокое мнение о себе, что он уж точно, он видел чудеса Христовы, он видел, как он воскрешает мертвых, он видел, как он исцеляет больных, дает зрение слепым, уж точно он не отречется. Однако же отрекся. Я хочу, дорогие братья и сестры, сегодня предупредить всех нас, всех, кто сейчас стоит, бойтесь, чтобы кто из нас не упал. Потому что своих сил преодолеть эти испытания нам не достанет. Вот почему нам так нужен Христос. Вот почему важно для каждого из нас молиться к Нему. Господи, Ты сила моя, укрепи меня, Господи. Господи, Ты свет мой, просвети меня, Господи. Господи, только Ты спаситель мой, спаси меня. Как Ты хочешь, Господи, спаси меня. Вчера ко мне подошел один человек и рассказал о том, как они пришли на вечернее богослужение. Они были в гостях. Было много знакомых, близких людей. Был прекрасный стол. А потом они решили пойти на вечернюю службу. И так робко сказали, вы знаете, нам пора. Да куда вы так, все только начинается, все в разгаре. И они вдруг так, да вы знаете, ну, нам надо идти, у нас вечернее. У нас вечернее, мы в церковь должны идти. О, ну что это такое? Тут мы вас ждали, все накрыли. Такое веселье, еще впереди целый концерт. Ну, куда же вы? Ну, нам надо идти. И я сказал этому человеку. Вот примерно так же говорил и Петр. Я не знаю этого человека. Его спросили, может быть, ты был с ним? Нет-нет, я с ним не был. Дорогие братья и сестры, я ко всем вам обращаюсь с призывом и с напоминанием слов Евангелия. Те слова, которые сказал Христос, пусть будут начертаны в сердце каждого из нас. Кто исповедает меня перед людьми, того исповедаю и я перед Отцом моим небесным. А кто отречется от меня перед людьми, оттого отрекусь и я перед Отцом моим небесным. Страшные слова. Но если мы вот так идем на вечернюю службу, лучше не приходите. Да нет, да я иду, да понимаете, церковь, я должна идти. А я сказал им, а почему вы не сказали в ответ? Почему вы не идете в наступление? Мы идем на всенышную, а вы почему не идете? Вы что, не христиане? А почему для вас воскресный день, его святой вечер, когда поют в храме, придите, поклонимся все верные, для вас некое застолье? Почему вы спланировали сегодняшний день на всенышную воскресного дня? Ой, ну правда, можно было и так сказать. Вот тогда бы повернулись, а еще лучше поздравили, подарили цветочки, подарок. Простите, мы христиане, мы сегодня в православном храме Христа прославляем. Пойдемте вместе. Дорогие братья и сестры, я хочу предупредить каждого из нас, чтобы мы не стыдились и не лукавили в своем православии. Чтобы не было между нами тех, которые, да вот, ну знаю или не знаю, пойду или нет. А ты что, верующий что ли? Ты что, в церковь ходишь? Верую, Господи, и исповедую. И сразу у человека уважение к тебе. А ты что, не веруешь? Идите в наступление. А почему ты не веруешь? Почему ты не исповедуешь? Почему ты не молишься, что ли? Нет. А почему ты не молишься? Потому что ты Евангелие не читаешь. Есть хорошее выражение у одного профессора. Кто не верит в Иисуса Христа, рожденного, распятого и воскресшего, у него нет проблем с верой. У него проблема с образованием. Если ты веруешь в Господа, почему ты не соблюдаешь церковные требования? Почему ты не стремишься к Нему? Почему ты не стремишься познать Бога и приобрести жизнь вечную уже здесь на земле? Вот почему, дорогие, заканчивая, я хочу напомнить снова эти слова Спасителя. Сия же есть, вы слышите, она есть, жизнь вечная, да знают тебя, единого Бога и посланного тобою Иисуса Христа. Почему Христос призывает всех христиан к такому богопознанию? Потому что вне Христа нет спасения. Ему же слава, с Отцем и Духом во веки веков. Аминь. 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 Аминь.